Продолжение следует... В России есть условный базовый доход. То есть это деньги, которые тебе государство незаработанно выдает за лояльность. Это люди, которые быстрее всех готовы воспроизвести точку зрения государства, но вера их слаба. Россия не генерирует кэш. Россия его сейчас сжигает и сжигает наше будущее. Прожить пустую жизнь, не ту жизнь, которая Господом призвана, у нас не было. Нас Господь из небытия призвал, Он сказал, будь, а я вот возьму, откажусь от этого, потому что я боюсь, что я попаду в тюрьму. Это абсурдно. Не знаю, мне страшно, но я преодолеваю это. А арестовали-то тебя за что? Да кто ж знает! Минуточку. Это очень короткая пауза сделана для того, чтобы рассказать вам, как здорово встречаться лично. Сделать это можно 22 сентября в Лондоне, 23 в Ницце или 24 в Париже. Ну или, например, в октябре. Восьмое – Аликанте, девятое – Валенсия, десятое – Мадрид, одиннадцатое – Барселона, двенадцатое – Лиссабон, ну или четырнадцатое – Малага. И, наконец, ноябрь. Двадцать девятая – Гамбург, тридцатая – Дрестон или первое декабря – Прага. Все, приходите. Я родился тут, на окраине Подольска, в Кутузово. Сейчас здесь всего понастроили. А раньше здесь была вот эта пожарная часть, вот эти вот старые дома. И все, здесь было поле, лес и такая дворовая жизнь рабочей окраины. И у меня, например, сейчас не видно леса здесь. Уй, да, сейчас дома, дома, дома. Сейчас застроили, да. Но я вот это хорошо очень помню. Такой был формирующий опыт. Меня побили одноклассники. И я шел по этому лесу, вот так вот брал снег, прикладывал его к лицу. И там такая маска оставалась. И я тогда решил для себя, что все, что я могу, я сделаю, чтобы с другими такого не происходило. То есть ты не хотел дать им сдачу? Ты не хотел позвать родителей в школу? Я был слабее. Я вот большой путь прошел между тем случаем и тем, что я начал реально кого-то защищать. Но это тоже, да, вот опыт, конечно, если бы я там, не знаю, в каком-то благополучном районе рос, я бы с этим мог и не сталкнуться никогда. И моя жизнь совсем другая была бы. Леша, ты специалист по теории игр. Алтарник храма Святой Татьяны. В прошлом. Экс-арестант СИЗО в прошлом, экс-сборщик подписей для штаба Любови Соболь, экс-менеджер некоммерческого сектора. Но самое главное, что ты один из лидеров гражданского активизма России 2024 года. Времени, когда кажется, что инакомыслие и свободу подпирают уже со всех сторон. Так вот, ты мог бы одним словом про себя сказать, кто ты? Я Леша. Ну, знаешь, как у Зощенко, да, что специалисты говорят, что в мире есть 395 профессий. Это они, наверное, преувеличивают, но профессий сто-то наберется. Говорят, в жизни надо попробовать все. Да, обычно имеют в виду наркотики и беспорядочный секс, да, я пробовал скорее вот вещи ближе к там ядерной физике, но только в гуманитарной некоммерческой сфере. О самых важных направлениях твоих проб мы поговорим, но для начала нужно выбрать, на каком цвете это будет происходить. Белый. Белый. Поехали, Белый. 24 февраля 2022 года, в тот момент, когда многие люди говорили о том, что если их жизнь и не обессмыслилась, то многие их достижения абсолютно обнулились, и люди скорее закрывали свои проекты, не понимая, как им жить дальше, что им делать, потому что вся система ценностей рухнула. Ты со своей женой Лизой объявили о создании нового проекта. То есть вот конкретно 24 февраля 2022 года вы запустили хроники. Мы с Лизой тогда еще не были женаты и не встречались. То есть вообще я проснулся 24 февраля, прифигел, подумскролил часа три, попереписывался с семьей, которая у меня в Запорожье, по папиной линии. И в коем-то я сказал себе, хватит думскролить, надо что-то делать. И я начал писать единомышленникам, чтобы понять, что мы в этой ситуации можем сделать. Извини, пожалуйста, что мы можем сделать, чтобы остановить войну, или чтобы придумать, как нам жить, понимая, что мы на что не можем повлиять? Мы достаточно долгое время считали, что есть шанс остановить войну. И мы, конечно, старались делать то, что мы можем, для того, чтобы ее остановить. В моменте ты не знаешь, получится ли это или не получится. У тебя есть какое-то видение, какой-то расчет, и ты пытаешься действовать. Это такая нормальная предпринимательская ситуация, ситуация неопределенности. Ты какие-то действия предпринимаешь, надеешься, что они принесут результат. Но, к сожалению, как видно, не получилось. А в какой момент ты сам понял, что ничего не получится? Ну, наверное, осенью 22-го года. Ну, ничего, да, а конкретно вот остановить войну. Что общество не способно это сделать в текущей конфигурации. Но в момент объявления мобилизации вы уже вместе с Лизой писали пост о том, что вы приняли решение, что вы никуда не уезжаете. То есть вы уже были вместе. Мы вскоре после начала войны начали встречаться. Связаны между собой вещи или так получилось? Ну, отчасти, наверное, связаны. Потому что, ну, появился проект Хроники, я позвал ее туда работать. И заверте... Власть. Власть, да. В общем, мы там с единомышленниками собрались 24 февраля вечером у меня дома. И в их числе был социолог, который до сих пор хочет оставаться анонимным. Но это, ну, вот Юдина характеризовал этого человека как штучный экземпляр. Второго такого найти очень трудно. Достаточно быстро к нам присоединилась Елена Конева, основательница социологического агентства КомКон. Сейчас она представляет Россию в опор. Всемирная ассоциация организаций, которые занимаются опросами. У нее есть свой исследовательский проект Extreme Scan, но она при этом активно участвует интеллектуально в работе нашей команды. Ну, знаешь, как это часто бывает, да, ты начинаешь что-то делать, у тебя нет четкого плана, ты понимаешь, что нужно отреагировать на ситуацию. У нас уже у первого исследования получились интересные результаты, то есть там нам другая компания бесплатно сделала анализ соцсетей алгоритмами машинного обучения. И получилось, что вот у нас по телефонному опросу три четверти тех, кто высказывался в поддержку войны, это люди, для которых основной источник информации – это телек. И мы из этого сформулировали гипотезу, что люди заявляют о поддержке, потому что они не знают, что происходит на самом деле. И это в тот момент, эта гипотеза косвенно подтвердилась анализом соцсетей, они проанализировали несколько миллионов постов с помощью модели машинного обучения, и оказалось, что самая часто встречающаяся эмоция в этих постах – это сочувствие к украинцам. Что это нам говорит? Что происходило в первые дни СВО? Мы сейчас не можем об этом говорить, не рискуя сесть, но все знают. Если предположить, что люди, которые высказывались в поддержку СВО, знали об этом, знали о том, что там происходит, они бы вовсе не сочувствие к украинцам испытывали. А что? Ненависть. Вот есть СВО, праведное, правильное, как бы, которую мы правильно делаем. А нас там встречают не цветами, а байрактарами. И потом происходит все, что там происходило. Человек, который поддерживает это, он не будет к украинцам относиться с сочувствием, что они такое с нашими войсками там делают. Ну как это? Честно говоря, я не понимаю логику. По телевизору с утра до вечера говорят, что там НАТО собирается на нас напасть, и на нас собираются напасть, вот на нас собираются напасть, и мы наносим превентивный удар, чтобы они на нас не напали. Мы даже не превентивный удар наносим, понимаешь? Мы приходим, нас там все встречают цветами, сопротивления не оказывают, киевский режим нацистский разбегается в панике, Зеленский улетает в Лондон, то есть какие-то вот такие вот... Ну это какая-то конспирологическая штука, такого даже по телевизору не говорили. Телевизору говорили. Но суть даже не в этом. Там не было сообщения о том, что какие-то бои вообще в принципе идут. Там говорят, вот там наши войска продвинулись настолько, сопротивления толком не встречают, только там вот, знаете, эти нацисты из Азова, да, там очаги какие-то сопротивления есть, но большинство вообще даже не сопротивляется, встречают цветами, радуются нашим мальчикам. На самом деле происходит совершенно не это. Да, на самом деле идут бои. И если ты поддерживаешь СВО, и при этом видишь все эти видео, как там техника горит, но почему ты будешь сочувствие к украинцам испытывать? Мы пришли их освободить от нацистского киевского режима, а они нашу технику жгут. Таким образом получалось, что действительно вот в первые дни большинство людей, высказывающихся о поддержке, они не понимали, что там происходит на самом деле. А потом уже постепенно, да, вот сейчас уже, когда два с половиной года прошло, конечно, тех, кто не знает, что там на самом деле происходит, да, не в деталях, да, но вот в общем, да, что там, ну, про Бахмут все слышали, их уже не осталось. Здесь уже другие совершенно механизмы задействованы. Но тогда причина была в этом. А дальше 4 марта вводится пакет законов о военной цензуре. Людей начинают сажать на сроки больше, чем за убийство, за твит или за комментарий ВКонтакте. И постепенно формируется социальная норма, в которой открыто высказываться о том, что ты не согласен с происходящим, это риск. И большинство людей, конечно, во-первых, не идёт на этот риск, во-вторых, так действуют механизмы социальной динамики. Большинство людей адаптируются к этой норме, и при том, что они не являются искренними какими-то сторонниками, они начинают этой норме соответствовать. Мне это очень близка идея, что самое страшное время и самое тяжёлое время нужно очень тщательно и очень точно документировать. Но документируете ли вы его только с помощью исследований социологических или есть ещё какие-то способы документации? Мы конкретно документируем с помощью социологических исследований. В первую очередь это телефонные опросы, во вторую очередь фокус-группы. Мы публикуем все наши базы данных, анонимизированные в открытом доступе на Гитхабе, чтобы любой человек, любой исследователь мог скачать, провести своё исследование на основе наших данных и при желании выступить с критикой. Мне кажется, что вообще правильно понимать социальный ландшафт российский важно для нас самих в первую очередь, для того, чтобы чётко знать, что рассказы о том, что большинство россиян дружно берёт под козырёк, дружно зигует, что это фуфло. И ничего такого на самом деле нет. Если мы посмотрим на россиян, которые, скажем так, в самых простых вещах не путаются в показаниях, то это меньше 20%. Это 17% россиян, это те, у кого есть минимально последовательная провоенная позиция. То есть это те, которые чётко, осознанно... Нет, это те, кто не противоречит себе в самых простых вещах, то есть которые высказываются в поддержку СВО, которые не поддержали бы решение Путина вывести войска и начать мирные переговоры без достижения целей СВО, и которые считают, что в условиях дефицита бюджета, а сейчас бюджет дефицитный, приоритетом финансирования должна быть армия, а не социальная сфера. Это минимально когерентная позиция, скажем так. Потому что если ты говоришь, что ты сторонник СВО, но при этом говоришь, ну нет, на армию всё-таки не надо приоритетные деньги тратить, это значит уже, что ты на самом деле не очень-то поддержишь, потому что если приоритетно не тратить деньги на армию, то, ну там, не знаю, не в Курской области будут бои идти, да, скоро, а поближе, и уж точно не удастся цели СВО достичь. Если ты считаешь, что, да, там должна быть приоритетом финансирования армия, но ты поддержал бы решение вывести войска без достижения цели СВО, ну, это, в общем, трудно назвать поддержкой. Каким образом, по вашим замерам, меняется вот это вот ядро такой вот последовательной поддержки? Ты говоришь, что речь идёт о 17-20%. Как-то меняется эта цифра от 2022 года к 2024? В 2023 году это было 19%, в январе 2024 стало 17%. Цифра последовательных сторонников мира, даже через, даже ценой поражения, она тоже примерно такая же, да, их было 19%, стало 18,5%. А остальные 60, это как раз люди, у которых нету сформировавшейся позиции по этому вопросу. Это те, кто следует тому, что воспринимается ими как социальная норма. Если эта социальная норма сменится, а это уже другое практическое применение, да, потому что вопрос, который многих волнует, окей, а что будет с Россией, допустим, если Россия станет демократической? И есть один ответ, не будет лучше, потому что все россияне, милитаристы, имперцы, вот таково их свойство. И исследовательские данные как раз говорят, нет нифига, не знаю, ну полпроцента населения, может, да, которые действительно такие идейные милитаристы, но это очень незначительная часть. На самом деле основной фактор, который влияет на отношение широкой общественности к СВО и к руководству, это их экономическое положение. То есть мы в октябре 2023 года выяснили очень интересную вещь, что тогда холодильник начал побеждать телевизор. Это произошло до того, как впрыснутые в военку деньги начали доходить до граждан массово. Еще не произошло вот того роста реально располагаемых доходов, который прожил сейчас. И люди теряли поддержку в значительной степени. Было два фактора. Один – это задержной характер. Люди рассчитывали, что это быстро закончится, а это все не заканчивается, не заканчивается. И второй – это личное столкновение с экономическими трудностями. Эксперимент придумал Андрей Ткаченко, другой участник команды «Хроник», экономист. Грубо говоря, статистическая вероятность того, что столкнувшийся с экономическими трудностями телезритель выскажется в поддержку войны – самая низкая. То есть если общая высказываемая поддержка там была в районе 55%, то в группе телезрителей, то есть те, для кого главный источник информации – это телек, которые лично столкнулись с экономическими проблемами, там меньше 30% был уровень поддержки. То есть это люди, которые быстрее всех готовы воспроизвести точку зрения государства, но вера их слаба, и они при столкновении с сырой реальностью сразу же ее теряют. Государство просто подкупает по факту большие группы граждан. Тем или иным образом раздавая им деньги. Вот есть безусловный базовый доход, а в России есть условный базовый доход. То есть это деньги, которые тебе государство незаслуженно, ну как бы незаработанно выдает за лояльность. Достаточно широкие слои населения этим пользуются, и фактически это такой, ну вот как бы подкуп происходит негласный. Негласная покупка лояльности. Это ну вот такая вот социальная мера, которая держит режим в значительной степени на плаву. Но тут вопрос дальше, что произойдет, когда это прекратится. А это прекратится неминуемо, потому что как бы Россия не генерирует кэш. Россия его сейчас сжигает, и сжигает наше будущее. Когда я сейчас слышу многие упреки в адрес россиян, которые не протестуют ни против войны, ни против многочисленных ограничений, которым они подвергаются, я все время думаю о людях начала 80-х. Ведь и ограничений тоже было много, и несправедливости было много, и они тоже не протестовали. Ты видишь что-то общее между этими молчаниями, или это разное все-таки молчание? Я думаю, разное, потому что тогда люди даже не представляли, что можно по-другому. Сейчас, вот представь себе просто, что в 2012 году перед выборами в качестве предвыборной программы будет озвучено то, что происходит сейчас. Но никакие фальсификации бы не помогли. И в этом смысле, конечно, это колоссальная разница. Но, с другой стороны, люди все так же не видят выхода из этой ситуации. Видишь, есть такая вещь очень важная, выученная беспомощность. И государство, оно же не зря вот эти десятилетия, одних оно кооптировало. То есть, ну, по сути, например, фонд президентских грантов. На который подсела вся российская благотворительность. Да, туда пришел Чукалин. И вместо кубышки для казаков, приходов и всего остального, абсолютно коррумпированной, это стал прямо хороший фонд. То есть там начали распределять деньги очень прозрачным, понятным, качественным образом. И вся российская благотворительность на него подсела. Это вот была кооптация. Тех, кто не хотел кооптироваться, тех мочили. А смысл фонда государственных грантов заключался в том, что мы, как государство, даем вам, благотворительному фонду, деньги в обмен на то, что вы нам лояльны. Нет. Но ты представь себе, вот есть благотворительный фонд, у него есть запросы. Он, в общем-то, довольно легко получает деньги на эти запросы от государства, на значительную часть. По идее, он должен собирать это у своих жертвователей. И снижается, скажем так, необходимость развивать собственный фондрейзинг. Если ты можешь значительную степень своих потребностей покрывать грантами государственными, еще значительную степень потребностей ты можешь покрывать грантами крупных компаний. Ведь все крупные компании в десятые годы, государственные особенно, они начали очень много денег на благотворительность раздавать. Фонд «Нужна помощь», который объявил о закрытии, он как раз занимался развитием массового фондрейзинга. Чтобы фонды не зависели от фонда президентских грантов, или от грантов, не знаю, Сибура условного, или «Газпромнефти». Потому что поступит команда, и ФПГ перестанет давать деньги тем, кто недостаточно лоялен, как это сейчас происходит. В итоге, все-таки, в финале этой цепочки, это были деньги на хорошее дело, на благотворительность, но в обмен на лояльность. Ну, по сути, это не было прямым образом. Если бы сказали, ребята, вот вам деньги в обмен на лояльность, я думаю, гораздо меньше людей согласились бы. Ты считаешь, что в начале этого пути никто из благотворителей этого не понимал? Я уверен, что почти никто этого не понимал. И там никогда не стояло вопрос о лояльности. Там всегда был слепой скрининг, да, там эксперты вслепую оценивали заявки. И это были нормальные эксперты, я на чьей-то часть людей знаю. Это достойные профессионалы, которые ничего не будут подкручивать. Если бы они узнали, что их оцененную ими заявку как-то не так пересчитали, они бы публично возмутились, скорее всего. Но ты не считаешь, что любые отношения с государством – это всегда деньги в обмен на лояльность? Нет, я так не считаю. Только ситхи рассуждают это в абсолютах. Государство – это нормальная часть жизни. Понятно, что мы в искаженной ситуации, мы в ненормальной ситуации. Но тем не менее, не знаю, ты попал в беду, тебя напали, ты обращаешься к государству, ты вызываешь полицию. Ты попал в аварию, допустим, если у тебя нету дорогой страховки, ты звонишь в скорую. То есть это тоже отношение с государством. То есть это вопрос того, как эти отношения выстроены. И вот в данном случае, знаешь, у нас в оппозиции принято говорить, что власть тупая. Я очень долго был с этим хором людей. И они, наверное, можно даже специально какой-то идиотизм время от времени вбрасывать, чтобы это поддерживать. Но это вообще не тупо. И вот то, что мы видим, например, сейчас с общественным мнением, это же тоже очень умно созданная конструкция, когда создается иллюзия большинства, иллюзия того, что большинство поддерживает действие руководства. И люди, считая эту иллюзию за чистую монету, начинают сами адаптироваться к этому, и свое поведение, и свое мнение под это приспосабливать. Есть очень интересные эксперименты Соломона Аша о конформности. Это когда в комнату заводили несколько человек, одного, собственно, испытуемого, и все остальные – это актеры, у которых была задача, собственно, симулировать мнение большинства. Им показывали одну линию, ну, допустим, вот такого вот размера. Потом ее убирали и показывали три линии, из которых одна точно соответствовала, вторая была заметно длиннее, третья заметно короче. И спрашивали, какая из этих линий соответствует той, которую показали. Все актеры начинали называть неправильный вариант. Почти 40% испытуемых тоже говорили, что да, вот ближе всего тот вариант, который неправильный. Хотя очевидно было, что это не так. Люди в ситуации, когда большинство очевидно неправо, значительное количество людей соглашается с этим большинством. Не потому, что они рассуждают так, что ну, вот сейчас большинство за, значит, и я должен быть за, иначе мне что-то плохое будет, нет. А потому, что они считают, ну, если большинство за, наверное, это так и есть, а я просто ошибся. Наверное, я чего-то не понимаю. Эта конструкция очень умело государством используется. Когда мы видим вот эти вот результаты опросов, да, где говорят, что там больше половины россиян поддерживают специальную военную операцию, это точно такой же результат. И это мы не сразу поняли это. Когда начали разбираться, да, потому что вот, если вообще посмотреть, это такая, ну, братская могила. Вот давай прям эксперимент проведем. Представь себе, что ты, ты это не ты, ты это некий абстрактный россиянин. Тебе позвонили, и там, задав несколько вопросов про там, где ты живешь, там, какой у тебя доход. Я уже на предлазнице все-таки позвонили, и где я живу, и все на свете. И тебе задали вопрос, вы поддерживаете или не поддерживаете специальную военную операцию в Украине? И ты искренне отвечаешь да. Что ты имеешь в виду? Что они знают, где я живу. Мой номер телефона, и они, очевидно, ко мне придут. Да, это один вариант. Когда люди говорят, знаете, я бы им хотел сказать, что я считаю на самом деле, но сейчас это запрещено законом. То есть, как бы, есть люди, которые действительно так считают. Сколько их достоверно выяснить невозможно. Но это не единицы. Мы проводили некоторые эксперименты. Таких людей может быть до 10% от всех, кто заявляет о поддержке. Но кроме этого, там кто еще может сказать, да, я поддерживаю? Люди, которые уже на фронте, они настолько искренне поддерживают, что они пошли добровольцами. Могут они там быть? Могут. Могут быть люди, которые считают, что нужно ядерную бомбу сбросить на Киев? Могут. Могут быть люди, которые вообще об этом не задумываются, но они слышали, что большинство за, поэтому к этому большинству присоединяются, но они вообще не в курсе, о чем речь. Могут. И значительная часть россиян существует в информационной картине, которая очень сильно отличается от информационной картины, в которой живем мы. Какая она, ну, можно понять, там, посмотрев второй канал, условно, или первый канал. Таким образом, получается, что вот эта братская могила используется как раз для создания иллюзии того, что большинство людей поддерживают, а здесь уже можно любую конкретику давать и говорить. Вот смотрите, да, там, 56% россиян высказались в поддержку войны, значит, они поддерживают вот это, или вот это, или вот это. Но как только начинаешь конкретные вопросы задавать, картинка очень быстро меняется. Вот пример с поддержкой Путина. Никто не знает, что эта цифра означает. Ну, там, типа, 80 с чем-то процентов говорят, что они поддерживают Путина. Мы задали в начале 24-го года респондентам вопрос, какие события вы бы хотели, чтобы произошли в 24-м году? 51% хочет, чтобы произошло восстановление отношений со странами Запада, 83% хотят, чтобы Россия сосредоточилась на решении внутренних проблем своих. То есть люди одновременно говорят, что они поддерживают Путина, а с другой стороны, они говорят, что они хотят фактически курс, который ему полностью противоположен. Что это значит? Это значит, что нужно искать конкретику, а не пытаться придумывать смысл к тому, где это смысл совершенно непонятен. Условная поддержка Путина или условная поддержка войны. Непонятно, что это значит. Непонятно, что люди имеют в виду, когда на этот вопрос отвечают. Что меня удивляет, что люди оппозиционных взглядов говорят, вот смотрите, большинство россиян просто вообще там, ну и дальше начинается там, понимаешь, знакомая эта пластинка, хотя в действительности все совершенно не так. А какая пластинка, подожди? Ну я не знаю, но про то, что тупые люди, которые, не знаю, там поддерживают людоедские какие-то вещи, хотя мы там задавали людям вопрос, какое личное благо вы ожидаете в случае победы в специальной военной операции. И такие вещи, как там рост геополитического влияния России, победу над нацистами, там вот такие вот вещи, 3,3% россиян высказали, если респондентов, если их ответы просуммировать, то получается 3%. Но люди берут, опять-таки, вот эту вот цифру, наполнение которой непонятно, наполняют каким-то своим содержанием и выдают за правду. И вот это вот поверхностное такое отношение к социологическим данным, оно, конечно, очень мешает нам понимать себя и понимать свою страну и очень помогает пропаганде держать людей под контролем. Хорошо, но если, допустим, мы понимаем, что далеко не все люди поддерживают войну, людоедские законы, желание уничтожить вокруг себя примерно всех соседей, но они все равно это знание хранят в себе только путем глубинной социологии, ты можешь его достать. Что это меняет? К чему тебя это приводит? Что можно дальше с этими данными делать? Представь себе ситуацию, что действительно, ну вот, возьмем какой-нибудь крайний пример, что больше половины россиян сознательно, серьезно поддерживают идею того, что украинцы не настоящий народ. Ну, я очень рекомендую всем, кто не прочитал, прочитать на РИА новостях статью, что Россия должна сделать с Украиной. То есть, если мы представим действительно, что там больше половины людей разделяют эти идеи и хотят этого, то это совершенно другая ситуация в стране, чем когда больше половины россиян хотят, чтобы Россия восстановила отношения со странами Запада, закончила войну, а 83%, хотя, чтобы Россия на внутренних делах сосредоточилась, они кошмарила соседей. Это две совершенно разных ситуации. И, честно говоря, я бы, наверное, очень сильно приуныл, если бы больше половины россиян мыслили так же, как вот этот вот придворный политолог, который... Мафия Сергейцев. Запомним эти имена, как говорится. То есть, это была бы совершенно другая социальная ситуация. Мы же видим, что людей, которые так считают, 3%, ну вот, как бы, максимум. И то, наверняка, они не настолько хардкорны. ты тебя утешаешь тем, что все-таки не так много... Я не утешаю. Это вопрос более серьезного понимания. Неправильное восприятие мира ведет к фатальным последствиям. Очень важно понимать в нюансах, что в России происходит. И мы в хрониках собственно этим и занимаемся. Мы берем в последний раз у нас на опросе сказали, что они поддерживают специальную военную операцию. Но мы им дальше задаем вопрос. Если Владимир Путин примет решение вывести войска и начать мирные переговоры без достижения целей специальной военной операции, вы поддержите это решение или не поддержите? Что значит вывести войска без достижения целей специальной военной операции? Это значит, что ты ввел войска, целей своих не достиг, войска вывел. Это называется, ты проиграл. Но проиграл не в формате убежал, теряя тапки, да? а ну как-то вот цивилизованно, когда твое правительство, которое многие россияне считают законным, оно вот как бы войска вывело, начало мирные переговоры. Уже около половины тех, кто заявил о поддержке, уже поддержали бы такое решение. Уже некорректно говорить, что вот из-за этих 56% все хотят воевать до условной капитуляции Киева. Половина готова цивилизованно проиграть, лишь бы это поскорее закончилось. Около половины. Но она же одновременно и готова продолжать жить, как жила, пока это все продолжается. Это вот уже второй вопрос, да? Какие у них альтернативные варианты? Какой будет их жизнь, если в стране сменится власть? Никто не знает. И это, мне кажется, один из самых наших серьезных просчетов и недоработок, что мы за больше, чем 10 лет, которые вот с этого гражданского пробуждения 11-го года прошли, так и не представили обществу внятный образ будущего. После 22-го года очень многие люди думали о том, чтобы не иметь детей, потому что ты не можешь защитить детей в этом мире. Если честно, я так долго занималась всякими вопросами войны, мира, пыток, всяких страстей ужасных, что у меня сложилось... И еще историю много изучала. Поэтому у меня сложилось ощущение, что в мире не бывает момента, когда вот прям все идеально, спокойно и хорошо. И когда появилась мысль о Глебе и потом сам Глеб... А появилась сначала мысль, то есть это не случайное совпадение? So-so. Что-то среднее между. Фиф-фиф-фиф-фиф. Да, я очень хотела детей уже несколько лет. Леша тоже об этом думал. И как бы идея, что у нас появится кто-то, ради кого может пытаться сделать мир лучше, она очень поддерживала и вдохновляла. И вообще, ну, мне кажется, что без Глеба этот период для нас был бы гораздо тяжелее, грустнее и морально невыносимее. Но при этом вы сходите из того, что ты сейчас в отпуске в декретном и не работаешь. Ну, да. Потому что один из родителей должен не сесть. Есть такое дело. При плохом стечении обстоятельств. То есть я сейчас в силу того, что я не могу заниматься политикой, правозащитой в полной мере, я занимаюсь какими-то своими частными проектами. Потому что нам важно, чтобы у ребенка хотя бы один родитель был на свободе. При этом еще до 2014 года ты собиралась быть дипломаткой. Я всю жизнь об этом мечтала, лет с десяти. И мне казалось, что я никогда в жизни не поступлю в МГИМО, потому что туда поступают самые крутые ребята, а я, казалось бы, кто я такая. Меня было шоком, когда я поступила на бюджет спокойно. Я была счастлива. В 2013 году мои друзья говорили, слушай, ты какая-то государственница. Вообще мои взгляды тогда действительно были более такими, ну, патриотическими, вот в таком более современном смысле. А потом меня просто одной волной накрыло в 2014 году, когда я увидела, что есть какая-то правда, которую я знаю, из источников, которым я доверяю. И есть то, как она транслируется по телевизору, и то, как она транслируется нашим МИДом. И когда я увидела людей, которые две недели назад нам говорили одно, и вот так вот переобуваются в воздухе, начинают говорить другое, и называют это защитой интересов Родины, ну, как бы я сказала, что нет, ребята. Я не верю, что это может быть интересами Родины. И да, и пришлось отказаться от карьеры, полностью менять трек вообще жизни, искать единомышленников, ну, начинать жизнь с нуля в каком-то смысле. А сейчас ты думаешь о том, что вот весь этот сложившийся, сложнейший трагический клубок могли бы распутать дипломаты? Вообще дипломатия как сила существует? На мой взгляд, да. Если бы дипломаты более проактивно реагировали на происходящее, не просто брали под козырек, если бы дипломаты занимались, ну, как бы, настоящими делами, на которые они по-настоящему могут влиять, а не просто вот... Один из моментов, когда у меня желание быть дипломатом сломалось, это было, когда отец моей одногруппницы, он тогда был фактически главой посольства в Киеве. Это был не Зурабов, а его зам, но физически он находился там. И она к нему ездила и вот рассказывала, что это 2014 год, там уже полыхает во всю, уже идут военные действия. И вот, говорит, приезжали представители Еврокомиссии, они отторобанили свою позицию, там, батя отторобанил свою позицию, ну, а дальше там я спекла всем маковый рулет, и мы спокойно пошли пить чай и обсуждать судьбы белой эмиграции. Я такая, стой, подожди, остановись. Вот сейчас реально уже люди друг друга убивают. Что значит отторобанили позицию? Ну, понятно же, что мы ни на что не влияем, нам просто, типа, для протокола надо. И вот в этот момент, когда я поняла, что люди, которые на самом деле могут влиять, убеждены, что они не влияют, вот тут я поняла, что, скорее всего, я ничего иметь с ними дело и пошла искать людей, которые, как мне кажется, чувствуют и верят, что они могут влиять. Ну, смотри, если в 2011-2012 году были огромные массовые протесты, в 2014 году за Немцовым на улицы против вторжения в Украину выходили тысячи людей, в 2019 году после посадок их стало меньше, а в 2022 году уже, ну, почти несколько сотен бы не набралось. Не кажется ли тебе, что это остаётся такой совсем небольшой маргинальный островок для выражения своего протеста? Ты знаешь, у меня впечатление прямо противоположное. Несмотря на вот эти цифры уличного протеста, да, мы понимаем, что уличный протест — это один из множества инструментов защиты своих прав, отстаивания своей позиции. И у меня как раз было ощущение, что до Чемпионата мира 2018 года людей, которые поддерживали политзаключённых, проводили какую-то работу, чтобы помогать жертвам пыток, да, вообще делали какую-то правозащиту, их было там пересчитать по пальцам. А вот как раз начиная с протестов 2019 года, и дальше люди начали искать способы повлиять не только через уличный протест, а появились инициативы, которые ведут совсем молодые люди. Эта же работа, она делается, она может быть не всегда публичная, но она реально влияет на ситуацию. И, конечно, то есть правозащита, она вообще работает так, что есть некоторая ценность, там, общественная проблема. И мы эту проблему хотим решить, но, как правило, мы не знаем, как, да, и что начинает делать правозащитник? Он начинает искать людей, на которых эта проблема влияет по-настоящему, да, как бы, ну, условно, жертв этой проблемы. Дальше людей, которые в ней заинтересованы. Дальше людей, которые заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему, да. И дальше идёт, по сути, такая дипломатическая работа. Нужно найти, как уравновесить интересы всех этих групп, пока люди, которые страдают, им точечно адресно помочь, пока у тебя есть возможность договориться с кем-то, кто может, ну, как-то повлиять на то, чтобы в целом институт изменился. В какой-то степени работа похожа на лоббизм, В какой-то степени эта работа похожа на благотворительность. Такая смесь политики благотворительности и ценностей идей, которые приходятся иногда в сложные времена очень непубличными сложными методами, но всё равно проводить. Ты говоришь о лоббизме, ты говоришь о том, что нужно всё время действовать, продвигать идеи и так далее. Но в любом случае, когда ты производишь глобальные перемены, в том числе в законодательстве, в отношениях, в системе самой, ты так или иначе вынуждена разговаривать с государством. Когда ты в нашем случае имеешь дело с государством, которое отдаёт приказы убивать и своих, и чужих, то ты начинаешь сотрудничество с убийцей. Это возможно? Вот тут возникает вопрос, и многие люди отвечают, что нет. Начиная с 2014 года по где-то 2018 год я ещё взаимодействовала с СПЧ при Путине. Начиная с 2019 года, для меня это стало неприемлемо. Есть люди, которые, условно, полисимейкеры, люди, которые определяют, куда идёт государство. Есть люди, которые могут находиться внутри системы и при этом не являться сторонниками этого полиси, и там они остаются по каким-то своим обычным корыстным причинам. И вот эти люди, они могут быть не идейными союзниками, но они при этом могут быть людьми, которые не хотя как-то, но они будут сдвигать систему в какое-то более здоровое русло при первой же возможности, потому что им самим выгоднее жить в более гуманном обществе. Я не питаю иллюзий насчёт этих людей. То есть вообще я не считаю, что мы должны сделать государство только исключительно из гуманистов. Я не видела таких исторических примеров. Но твёрдо декларировать, составить ценности, вести разговор с обществом по этой теме и повышая запрос общества на решение какой-то проблемы, тыкать морду этих людей, принимающих решение, что, ребят, смотрите, уже назрело, уже пора, точно надо менять. Ну, в этом вот такая вот... Но это легитимизирует деятельность государства? Ну, если ты одной рукой построил больницу, а другой рукой напал на соседнюю страну, какая из этих рук лучше? Для меня нету вообще этих двух рук. Для меня есть верхушка, которая захватила власть, которая сидит у неё уже очень давно и рулит как хочет. И есть люди, которые в силу обстоятельств своей жизни являются бюджетниками, да, то есть вот там учителя, да, врачи. Это люди, которые работают в системе, но не для того, чтобы поддерживать эту систему, а потому что, ну, в большинстве случаев, да, там, они считают это своим призванием, там, типа, я хочу работать с детьми. Осуждаю ли я людей, которые сейчас находятся на бюджетной службе, госслужбе? Нет, потому что они точно так же будут работать при любом режиме. Кто-то из них пытается, там, изворачиваясь, как-то убегать, да, там, я знаю массу примеров учителей, которые все эти разговоры о главном ведут в формате, ну, у нас сегодня по расписанию вот это, но давайте поговорим вот про это. То есть люди как могут выражают свою позицию, да, в той степени радикальности и открытости, в которой для них это приемлемо. Люди же, которые захватили власть, которые являются верхушкой, которые изначально идут из вот этого вайба преступных группировок 90-х, и на таком же вайбе, на самом деле, между собой общаются, вот если послушать какие-то там закрытые встречи людей с правительством, не самые культурные люди, скажем так. Это, ну, не те люди, с которыми я хотела бы общаться или пожимать им руку и так далее. Государство огромное, в нем огромное количество разных людей, и я четко отделяю вот эту властную верхушку от людей, которые просто как-то здесь живут и что-то пытаются сделать. Открутить? Давай открутим, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На. Какой камень. Хе-хе. Потом отдашь мне? Или подумаешь еще? Не отдашь? Где вы проводите свой опрос? Потому что, насколько я понимаю, большую роль играет то, где человек живет. Живет ли он в Москве, Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Новосибирске, куда не долетает? Или он живет в Курской, Воронежской, Ростовской областях, Белгородской, куда не просто долетает, а это уже очень сильно касается каждого? Мы проводим всероссийские опросы, и они, условно говоря, репрезентативные. Скажем так, самый высокий уровень поддержки в сельской местности и в Москве. Елена Конева в своем проекте занимается исследованием конкретно Белгородской области. И надо сказать, что в регионах, которые страдают непосредственно от обстрелов, там все показатели поддержки выше. То есть люди, когда с этим сталкиваются, по ним начинает прилетать. Это у них не создает эффекта «ой, все». Это у них создает эффект «так, по нам стреляют, сейчас мы дадим сдачи». Грубо говоря, вот так. Потому что я сталкиваюсь с людьми, которые говорят «это нам прилетает за то, что мы сделали». Я вообще не думаю, что здесь есть противоречия. По крайней мере, я легко себе могу представить человека, который говорит «да, по нам прилетает, потому что мы начали стрелять первые, но теперь я в этом тоже. И я для того, чтобы себя защитить, буду там донатить на дроны, или там запишусь в армию, whatever». Конечно, не ожидал, что будет такой уровень декларируемой даже поддержки картины мира, в которой я рос, в школе, там, лишь бы не было войны. И что люди будут пусть даже декларативно соглашаться с происходящим, конечно, это изменило мое представление. Два с половиной года опросов, сложенные в папочке. А что с ними делать дальше? Ну, у нас есть некоторые идеи, но вообще само по себе, просто сами базы данных с ответами респондентов – это уже важный исследовательский ресурс. Мы надеемся, что исследователи по всему миру будут использовать это для того, чтобы лучше понять российское общество. А кому это надо сейчас понимать российское общество? Ну, кроме самого российского общества. Подмывает сказать всем, но вообще, смотри, для ЕС и США, например, для Китая тоже, да, большой вопрос, что делать с Россией, как строить отношения с Россией. И от того, как люди относятся к руководству, к СВО, к другим каким-то вещам, это зависит в серьезной степени. То есть есть, опять-таки, да, там популярный нарратив. Эту страну не спасти, надо отгородиться от нее рвом с крокодилами, и они сами пусть там друг друга сожжут. В какой ситуации это как бы здравый план действий, в который действительно россияне – это кровожадные империалисты. Все до единого, ну или там подавляющее большинство. Но мы видим, что это не так. Значит, это плохой план. И то, что происходит сейчас, это фактически… Я сейчас не хочу перекладывать ответственности на кого, но значительная часть действий США и ЕС толкают Россию в объятии Китая. И это может привести к тому, что Россия попадет фактически в такую же зависимость от Китая, в какую Белоруссия попала по отношению к России. Фактически, как бы Россия впишется в там, если это будет, в военное противостояние с блоком, с западным блоком на стороне Китая. А для России это будет конец. Но руководству пофиг. Вот сейчас мы стоим, да, и по какому-то окружающему городскому пейзажу не видно, что где-то на окраинах страны идет война. Там при этом стоит манекен с солдатом. Его здесь не было раньше. Нет. Мне кажется, это везде так, в любой войне. То есть, если это не какая-то тотальная война, в которой участвуют все, то любую войну, какую ни возьми, одни гибнут под обстрелами, а другие в это время бьют просек. Так было всегда. И чем человек богаче, тем меньше шанс, что он гибнет под обстрелами, и тем выше шанс, что он бьет просек. Я не знаю. Это правда. Какой-то очень философский вопрос. В твоей семье много говорили о политике? Да. Мы в 90-е, когда еще было свободное телевидение, мы очень много смотрели НТВ, например. Вот то старое еще. И, конечно, интересная трансформация, потому что мы с большим интересом смотрели Пушкова, который тогда был... Совершенно другие вещи говорил, чем он говорит сейчас. На Медни, конечно, мы смотрели каждые выходные. Потом перестали. Нулевые уже мы о политике не говорили. Тем не менее, я читала, что ты ходил на митинг в защиту НТВ. У меня был день открытых дверей в МГУ в это время, и я должен был туда ехать, а вместо этого поехал на митинг, собственно, в поддержку НТВ. Слушай, ну я любил этих людей, передачи, которые они делали. И, конечно, понятно было, что то, что происходит, очень несправедливо. И вот как-то вот пошел, не знаю, поддержать их, что ли, или, может, там, с надеждой, что этого не произойдет. Но это еще не было понимание того, что ты, как гражданин своей страны, можешь что-то сделать за счет того, что тебе здесь дорого. Да, да, до этого еще очень-очень долгий путь мне предстоял. Наверное, именно как такое политическое действие, это было уже ближе к 2011 году, наверное. Тогда был подписан на Ройзмана в ЖЖ, и он рассказывал про кейс Рокчеева и Худякова, которых обвиняли в убийстве мирных жителей в Чечне, и которые, судя по всему, этого убийства не совершали. Насколько я, разобравшись в материалах, которые были доступны, насколько я это понял, на них это повесили, потому что два суда присяжных их оправдали. Баллистическая экспертиза не была проведена, эксгумация не была проведена, то есть никакие следственные действия, которые обязаны были провести, чтобы это установить, не были проведены. Рамзан Кадыров сказал, что присяжные не понимают волю чеченского народа. Тут я сказал, что? Правосудие? Причем тут воля чеченского народа? И потом их военный суд в Ростове, тот самый, который потом приговаривал пацанов по ростовскому делу к подготовке к массовым беспорядкам, он их уже приговорил. И я помню, я тогда выходил с пикетом в их поддержку, просто в обеденный перерыв взял на ксероксе на работе лист А3, пошел в столу метро, я вообще не понимал, что такое одиночный пикет, что я имею право, что я не имею право. Но это меня настолько, знаешь, как-то возмутило, что я вот пошел в обеденный перерыв, постоял у метро. Если бы подошла полиция, я не знаю, честно говоря, что я бы делал, потому что тогда еще опять-таки это было далеко до того понимания, не знаю, осознания, что я гражданин, что у меня должны быть политические права. Наверное, начало это осознание появляться вот здесь. Я здесь последние два года в школе учился, в лицее. И у нас там был менеджмент, и мы на менеджменте читали, например, конституцию и всеобщую декларацию прав человека. Я всем рекомендую это читать, особенно в школьном возрасте, потому что, увидев это, вы это уже не разведите. И это, на самом деле, очень важные вещи, опять-таки, от прочтения до осознания и до применения этого в жизни огромной дистанции. Но уже какое-то начало, оно в любом случае должно быть положено. Но все-таки ты первый раз начинаешь каким-то образом внедряться, наверное, в политику после выборов 2011 года. А что происходит в 2011 году из того, что не происходило прежде? Рокировочка. Потому что я-то как бы рассчитывал и был уверен, что Путин два срока отсидел, и все. И, конечно, как бы для меня это было прям очень неприятной новостью. Но я помню, в общем, что он сказал, что он пойдет на третий срок. И тут я понял, что, в общем, дело пахнет жареным. В 2021 году ты хотел баллотироваться в Госдуму от «Яблока». Но «Яблоко» тебя вычеркнуло из списков. Да. А что произошло? Я не могу рассказывать, что произошло. Почему? Но я думаю, что все... Я обещал. Но я думаю, что просто посмотрев на список, кого вычеркнули, кого оставили, в общем-то, очень понятно, что произошло. Людей, у которых был ресурс любой, да, там, репутационный, организационный, финансовый. Я на тот момент собрал, нафандрейзил денег больше, чем все остальные кандидаты «Яблоко» в Москве, кроме одного. То есть вот если этого самого их зафинансированного кандидата убрать. Я нафандрейзил больше, чем все эти люди вместе взятые. Да, там Олега Степанова убрали из ФБК. В общем, ну, я думаю, несложно догадаться, что случилось. Ты горевал, что яблоко тебя вычеркнуло? Конечно. А почему ты пообещал мне рассказывать, что произошло? Меня попросили. Ну, то есть, там, мне рассказали на условиях того, что я не буду рассказывать. То есть тебе рассказали истинную причину, а в миру было объявлено по-другому? Да, Рыбаков в миру что-то там несусветное заявил, несколько раз сам себе противоречил. Ну, Господь ему судья. Кстати, о Господе. Когда пришли арестовывать Христа, апостол Петр схватился было за оружие, а Христос ему сказал, не воюй с оружием. Да, и дело христианское не проявлять, если сейчас мы переформулируем, такой вот активизм, не бороться с кулаками, а смиряться. А как ты бы это трактовал? Ты знаешь, Александр Мень очень хорошо сказал, у него есть великолепный текст, Великий пост, который, мне кажется, вот каждым великим постом стоит читать христианам. Он там как раз вот разбирает, да, что такое терпение, что это не покорность скота, который все сносит. Это способность сохранять невозмутимость духа в обстоятельствах, которые этому препятствуют. Если мы посмотрим на Христа и на апостолов, они не сидели с торже руки. Это были контркультурщики, это были люди, которые шли против вражна. Подполье, да. Да даже не то, что подполье, они шли против норм, которые были установлены. Понимаешь, в какой-то момент церковь Христова начала институционализироваться и стала придатком государства. Это было совершенно не так до этого. Христиане шли против законов. Законы предписывали им поклоняться языческим идолам. Христиане отказывались это делать, они скорее шли умирать, чем поклоняться языческим идолам, чем считать императоров живыми богами или вроде того. И, конечно, вот эта картинка, когда говорят, что ваше дело молиться-поститься, это обман людей на самом деле. Это ничего общего с христианством не имеет. Когда Христос говорит о страшном суде, он там не говорит, что там молился ли ты, постился ли ты. А он говорит, посетил ли ты меня, когда я был в вузах, накормил ли ты меня, напоил ли ты меня. То есть это уже говорит о том, что мы, христиане, мы призваны к тому, чтобы менять мир своими действиями. И он говорит, что какая польза человеку, если ты скажешь ему грейся и питайся, но не дашь потребного. Дело христиан на самом деле не в том, что ну вот я за тебя помолюсь. Да, да помоги ты человеку, возьми, помоги. Вот это дело христианина. До страшного суда на нас накинулся страшный ливень. Так что такое дело христианина сегодня? Молиться, поститься или всё-таки проявлять какое-то неповиновение, какую-то волю и что-то делать ещё, кроме того, чтобы просто верить? Иногда кажется, что этого немного мало. Знаешь, я думаю, что никогда делом христианина не было молиться, поститься. Ну то есть, знаешь, вот как такое, как основное, фундаментальное, системообразующее дело. Потому что, ещё раз, Христос, когда он говорит о страшном суде, он не спрашивает, там, ты молился, ты постился, да, он говорит именно о деятельных вещах. И, конечно, роль христианина — это творческая, это деятельная роль. Это роль человека, который что-то в этом мире меняет к лучшему. Ну вот это вот есть в церкви, это лицемерная позиция, что не зря начальник носит меч в воздаении не за добрые дела, а за злые. Но начальство Христа распяло, за какие злые дела. Апостолу Павлу голову отрубили, начальство тоже, за какие злые дела. То есть, ну, как бы, ну, апостолы тоже ошибаются. И есть одна из икон Святого Николая, где как раз он останавливает казнь невидно осуждённых. Вот роль христианина, она у каждого своя. В смысле нельзя сказать, что так, все христиане построились и пошли строим не соглашаться с начальством. Но нету ничего странного такого, чтобы христианин высказывался против начальства, против того, что его государство сейчас делает. Вот жить по Евангелию надо, да, вот пропитаться этим духом, пытаться понять, моя роль как человека, как христианина, она какая в происходящем. И вот, ну, найти эту свою роль. Прежде чем встречаться, мы с тобой списывались. Ты сказал, что нам нужно помолиться, чтобы была хорошая погода. Погода действительно оказалась хорошей. Ты правда помолился? Ну, не, я пошутил, конечно. Это Господь не регулировщик дорожного движения. Это не инструмент каких-то удовлетворения наших бытовых, житейских потребностей. Но ты очень серьёзно связан с православной верой и с церковью. Ты был алтарником в храме Святой Татьяны. Это правда. Как тебя крестили и почему ты в какой-то момент решил связать свою жизнь с христианством? Слушай, ну, меня не крестили. Я сам крестился. Мне был 21 год. Ну, вот я имею в виду, что ты это сделал в очень создательном возрасте. Это было осознанное решение. Слушай, ну, я на самом деле, в общем, ничего толком долгое время не знал о религии. И очень был антирелигиозно настроенным человеком большую часть своей жизни. Потом на ИСТФАКе МГУ я начал как-то знакомиться с этой темой. И в значительной степени через книги, например, Николая Сергеевича Борисова, который завкаф «История Отечества до XIX века», в которых он описывал это так, как, ну, я не видел, чтобы кто-то это описывал. Это очень резонировало с моими ценностями. Я начал читать Евангелие. Это очень быстро для меня стало ролевой моделью. Такой вот образ действий. Но между тем, чтобы просто верить и быть прихожанином церкви, и тем, чтобы пойти в церковь и быть алтарником, в общем, большой путь. Ну, он и был большой. Я крестился в 2006 году, а алтарником стал в 2014. Это был такой сложный период. То есть я тогда уволился с постоянной работы. Я начал заниматься развитием коммерческого сектора. И это был такой какой-то новый этап в жизни, связанный с большим количеством гензистенциальных вопросов. Был у меня один из вопросов, не стали ли мне священником, не пойти ли мне по этому пути. Но вот там в Татьяновском храме священник сказал, что Богу можно служить многими способами. И вообще лучше, что называется, за головой в ум не бросаться, а сначала попробуй алтарником, например. Но 2014 год – это как раз тот важный момент, когда русская православная церковь милитаризируется. И в 2014 году появляется молитва, называется «О мире на Украине». И она довольно серьезно звучит, эта молитва. Читали ли в вашем храме эту молитву? Ее, насколько я помню, читали во всех храмах. Я, честно говоря, не понял, чтобы там было что-то. То есть это не молитва о победе русского оружия, которая читается сейчас. И да, там отрицается присутствие российских регулярных войск, ну или там отпускников, допустим. Да, в общем, нормально. То есть это совершенно не то, что происходит сейчас. Да, там были моменты, которые меня коробили. Там, например, в конце опомянника, это вот куда списки на опоминовения, там появилась в какой-то момент страничка с опоминовением героев фашистской киевской хунты убиенных. Я так... Ну, как бы, ну, упоминать убитых – как бы дело богоугонное. Да, а уж кто там в своем скудаумии такое написал, это, ну, как бы, не мой грех. Но ты оттуда как-то плавно-плавно все-таки ушел. Почему? Слушай, ну, я... Развод случился, и меня попросили. Было много сложного, но это при этом и очень... Ну, какая-то наполняющая была тоже деятельность. Я смотрела твой эфир у Серафима, и там ты говоришь о своем представлении Русской Православной Церкви, которая, в общем, значительно отличается от того, что представлена официальной Русской Православной Церковью. Как ты себе представляешь Православную Церковь, той самой России будущего, о которой ты мечтаешь? Слушай, я не думал на этот счет. Я единственное, что точно могу сказать, что в прекрасной России будущего Церковь будет отделена от государства, не будет жить на государственные деньги, будет платить налоги и не будет иметь фактически иммунитета за какие-то криминальные действия, которые она имеет сейчас. Потому что то, что мы сейчас видим, это не Церковь Христова, а надо, чтобы это было Церковью Христовой. Но без отделения церкви от государства это не произойдет, потому что тогда государство просто будет продолжать церковью крутить, как хочет. Сейчас ты ходишь в храм? Редко. Я понимаю все эти слова про то, что мы ходим в храм не к священнику, а к Богу, но все-таки тяжело, когда настоящих иреев Божиих, которые своей жизнью свидетельствуют Евангелие, изгоняют. И получается, как в Откровении Иоанна Богослова, мерзость запустения на святом месте, когда вместо них ставят совершенно безумных людей каких-то. Очень многие мои знакомые и друзья православные сталкиваются сейчас с этой сложной проблемой, когда они глубоко верующие люди, любящие Церковь, но прийти им буквально некуда, и им становится стыдно, в общем, из-за того, что от их имени, от имени Церкви, в которую они ходят, делается. От моего имени ничего не делается. Ты король, что ли? Я за тебя не голосовал. Очень просто. Но это не от моего имени. Я могу испытывать вину за то, что я сделал не всё, что было в моих силах. Не всё, что от меня зависит. Но моим именем это зла не творится. Ты много говорил в своих интервью о разнице между чувством политической ответственности и личной вины. Ты для себя этот раздел провёл. Да. И мне кажется, что полезно каждому человеку это сделать. Просто для сохранения своей психики. Ну и, в принципе, для какого-то здравого разговора о происходящем и о будущем. Потому что человек терзаемый чувством вины, ему очень легко манипулировать. И ему гораздо труднее создать что-то светлое. Как ты считаешь, Навальный был христианином? Я очень мало Алексея знал. То есть мы практически не были знакомы с ним. Мы там несколько раз с его общались. Человек убит за правду. Он регулярно обращался к Евангелию. Он говорил об этом на суде. Знаешь, как это... Как многие техно-священники спрашивают, когда ты в последний раз появился и причался? По этим критериям я не знаю, что там у него. Но я думаю, что уж как минимум последние годы жизни он абсолютно по-евангельски вёл. Мне почему-то казалось, что тогда в сборщике подписей для Любови Сополь ты пришёл через Навального. Я пришёл построить у них процессы по обучению сборщиков. Я консультировал, помогал, обучал сборщиков у них, у Даши Бесединой, Насте Брюхановой, Рому Юнимана, Михаила Тимонова. И потом часть этих людей стали депутатами Мосгордумы. Вообще, в принципе, там какое-то, ну знаешь, знакомство на уровне не я знаю Алексея, а мы знакомы, оно произошло тогда. Я активно очень много работал на его компании в мэре Москвы. И мы тогда обучили больше тысячи наблюдателей точно. Мои друзья сделали образовательную игру, наблюдатели против фальсификаторов её научились тиражировать, то есть, ну там, обучать тренеров, чтобы они проводили обучение. Но самим Алексеем я не контактировал. А как так получилось, что это, в общем, довольно менеджерская работа, обучать сборщиков подписи, тестировать, тренировать, тестировать наблюдателей? Как так получилось, что в какой-то момент 2019 года ты вдруг оказался прям в вихре этого политического процесса, и этот вихрь привёл тебя в СИЗО? Я вообще не собирался в вихре оказываться. Я тебе так скажу. Я увидел, что происходит движ, люди вроде настроены серьёзно, и я могу относительно небольшим усилием им помочь. Ну, относительно небольшим, это в смысле там задизайнить образовательную игру, научить их её проводить, ну, то есть, передать им технологию. И, в общем, они её смогут использовать. Мы уже эту технологию обкатывали. То есть, наблюдатели против фальсификаторов мы успешно передали штабам Навального в 2018 году. Они вообще без нашего участия обучали наблюдателей, тоже там больше 2000 обучили. Потом просто это стало глубоко личной историей, потому что, ну, я начал со сборщиками, опять-таки, разных штабов проводить разбор полётов. Я изнутри увидел, как тщательно у них построен процесс проверки подписей. Я выходил в поля смотреть, как там люди реально работают, как они используют знания, какие у них проблемы. Опять-таки, у большинства кандидатов, которым я помогал, это не ограничивалось помощью сборщикам Любы. И я, ну, прямо уверен, что у Любы, Насти, Даши, Михаила Тимонова, Рома Юнимана подписи были прямо отличные. Вот прям, даже по этим людоедским законам, совершенно, как бы, дискриминационным и сделанным именно для того, чтобы не допускать оппозицию до выборов, даже по этим законам всё было чики-поки. То есть, это было самое большое бесстыдство, с которым я столкнулся на выборах. Я на выборах наблюдал 14 раз. Это было самое большое бесстыдство, с которым я столкнулся. И я, конечно, был возмущён до крайности. И поэтому я, когда Люба объявила голодовку, я понял, что вот это вот, как бы, достаточный, скажем так, способ моего возмущения выразить. И я тоже объявил голодовку. Вот тут уже понеслось. А арестовали-то тебя за что? Да кто же знает. Ну, в смысле, как бы, ходят слухи, что на меня хотели повесить организацию массовых беспорядков, потому что я обучал людей разговаривать о митингах. Если я правильно помню, то тебя задержали даже не на митинге, а ты выходил из дома, чтобы пойти, наверное, на митинг всё-таки. Смотри, у меня было несколько задержаний административных, и потом меня уже задержали, собственно, по уголовке у товарища дома. Ты в этот момент находишься в голодовке? Да. Да, я находился в голодовке. Это, там, 20 какой-то день голодовки был. Это было не на митинге. Ну, я затрудняюсь логику, понимаешь, описать. С моей точки зрения это всё бестолковая трата сил. В родине надо служить по-другому. Не тратить своё время и время других людей на эту фиготу. Но два месяца ты провёл в СИЗО. Почти два месяца, да, в СИЗО и ИВС, изоляторе временного содержания. Страшно было? Мне повезло, да. То есть, смотри, сначала стало, конечно, очень страшно. Потому что я прям хорошо помню, как у меня тряслись колени, когда вот ночь, обыск... Ну, мне ещё холодно было вдобавок, да, потому что при голодовке всё время холодно. Вот. И ночь, менты. Конечно, было страшно сначала. Потом я как-то подуспокоился, начал осмыслять. В общем, уже в тот момент, когда меня в следственный комитет повезли, я понял, что это не просто допрос, после которого тебя отпускают, да, там, и ты идёшь своей дорогой. Я же, в общем, с этой мыслью смирился. И, опять-таки, там значительное количество моих ролевых моделей это люди, которые пострадали за правду. И окей, что мне приходится той же дорогой идти. Это, ну, как бы естественно. Это часть моего пути. Ты понимал, что можешь сесть и сесть надолго? Ну, мне вменяли изначально вообще организацию массовых сорядков. Это от 7 до 15. И я, конечно, я был уверен, что я сяду. А ты в себе был уверен, что ты выдержишь это? Нет. Ну, а как, это совершенно новая какая-то сфера. Как я могу быть уверенным? Ничегошеньки про это не понимал. Я сейчас не уверен, но то есть это пока... Ну, вот есть там Олег Петрович Орлов, который говорит, я бы сидел, сидел. Есть Яшин, который говорит, я готов сидеть столько, сколько дадут. Я думаю, что, как бы, человек, который через это не прошел, он не может дать, ну, что называется, квалифицированный ответ. И Кара Мурзажа, он очень хорошо сказал в своем интервью, что я очень благодарен начальнику колонии, что он мне положил передо мной эту бумажку, образец помилования писать. Потому что для меня это была проверка. Да, он говорит, я ни секунды не думал о том, чтобы вообще подписать это. Но благодаря тому, что эта проверка была, я понял, что они меня не сломали. Вот так, как бы, можно сказать, да, я готов, я справлюсь, я выдержу. Да фиг его знает. Ну, как бы, надеюсь, не дай бог, это повторится. Хочется верить, что я через это пройду с такой же частью, как Кара Мурза. У меня не было такого, чтобы я там провел в ШИЗО столько времени, сколько он. А это еще не все, чем там, что там может происходить. Не знаю. Была развернута огромная компания в твою поддержку, в том числе этой компанией занималась Соболь. В конце концов, через два месяца тебя освободили. Ты сам понимаешь, почему ты не сел, получилось тебя вытащить оттуда? Слушай, они в какой-то момент просто, судя по всему, решили свернуть тему с массовыми беспорядками и закрыли только тех, кто, ну, хотя бы косо посмотрел на ОМОНовцев и тем самым причинил им невыносимые душевные страдания. А у меня даже такого не было, что я там на кого-то косо посмотрел, и они от этого страдания испытали. Вот по сочетанию этих двух факторов и получилось. Если бы я, не дай бог, прикоснулся к кому-нибудь и у него бы там покраснение кожи под этим нашли бы, ну, уехал бы как пить дать, как все остальные. Помнишь чувства, которые ты испытал, когда тебе сказали, что все на выход? Нет, не помню. Ну, я, конечно, скажешь, удивился, ничего не сказать. Я абсолютно уверен был, что я уеду надолго. Вскоре после своего освобождения ты вписался за еще одного человека, которого обвиняли в участии в массовых беспорядках, за Самаридина Раджабова. Да. Это та история как со снегом, когда ты даешь себе слово, чтобы сделать все возможное, чтобы кто-то еще так не пострадал? Ну, в том числе. Ну, ноги оттуда растут. С Самаром мы познакомились в конвойной. Собственно, его привезли арестовывать в тот же день, что меня в суд. Я такой захожу, смотрю, таджик какой-то такой крепенький. Наверное, уголовник, не знаю, там, наркотики, там еще что-то. Ну, знаешь, вот эти социальные стереотипы пошли, вот, или там вымогатель. Ну, короче. Ну, довольно быстро разговорились, и я вообще, ну, ты понимаешь, я как бы, ну, это такие протесты, про которые говорят, что это там протесты либеральной оппозиции, и тут ты смотришь, да, таджик, машинист метро, социальный срез России, что называется, получаешь. Вот. Ну, и как-то мы с ним довольно быстро нашли общий язык, подружились немного даже. Его обвиняли в том, что он принес страдания ОМОНовцу. Он бросил пластиковую бутылку с водой в ОМОНовцев, но промахнулся. Я прям присутствовал, когда ОМОНовцы давали показания. Человек весом, ну, килограммов 110, наверное, и говорит, что, да, вот он услышал хлопок, что бутылка упала на землю, и он испытал испуг, он испытал страх за свою жизнь и здоровье, потому что ведь в этой бутылке мог оказаться нервно-паралитический газ. Это, конечно, очень жалкое зрелище. Одна из важнейших частей кампании за освобождение Самаридина это трек Оксимирона, который ты спродюсировал. Как это было? Слушай, он спродюсировал громко, да. Мы с Самаром, когда общались, собственно, он вот и говорил, что он рэпчик пишет. И даже мы там, когда пересекались на прогулке, нас в разные боксы выводили в ВВС, ну, я там, ну, услышал его голос, ну, как-то мы там начали перекрикиваться, пока нас не сказали, что замолчите, а то сейчас уведем. Он там какой-то рэпчик зачитал. И я, когда вышел уже, подключился к кампании в защиту других фигурантов этого дела. И вот, ну, как-то вот родилась идея так вот совместно, что, ну, нужно, чтобы Самара, раз он рэпер, да, чтобы он с кем-то трек записал. И дальше, ну, я, честно говоря, думал, что скорее, наверное, там, фейс больше подходит Самару под стиль. Но так произошло, что одновременно продленка была у Егора Жуку, которого пришел поддержать Оксимирон и Самар. Я Оксимирону сказал, слушай, вот, ты же можешь договориться с кем-то из рэперов, чтобы они с Самарой вместе записали трек. Он сказал, да, могу. Вы до этого знакомы или нет? Нет, мы не знакомы. Мы прямо там познакомились, я подошел, знакомился с ним. И он, когда выходили, он проходил мимо клетки, сказал, Самару, с кем ты хочешь записать трек? А Самару возьми да и скажи с тобой. Вот, я удивился. Но он, что называется, схватил быка за рога и не прогадал. Оксимирон, который уехал из России, написал трек в 22-м году «Ой да». Там были строчки про то, что «Ой да, заберите дом, ой да, поселитесь в нем, ой да, подавитесь в нем, а мы пересоберем». Все по-разному его трактуют, но это в том числе история про то, что мы здесь уже, скорее всего, ничего не сможем сделать, будем пересобирать в другом месте. Ты как это понимаешь? Я это так и понимаю, что пересоберем. А как мы пересоберем, если вы поселитесь в нем? Слушай, они не будут вечно сидеть. Никто не вечен. Страна идет к очень большой катастрофе, к сожалению. Сейчас фактически сжигается благополучное будущее России. Излишки нефтегазовых доходов 15 лет Россия откладывала в Фонд национального благосостояния. Он 24 февраля составлял около 170 миллиардов долларов. Сейчас в нем осталось что-то около 40 миллиардов долларов. То есть за два с половиной года войны 130 миллиардов долларов были впрыснуты в экономику. Это, кстати, когда спрашивают, как же так воюющая страна, а у нее экономика растет. Вот поэтому и растет. Впрысните в любую экономику 130 миллиардов и посмотрите, что произойдет. Но вместе с тем, вот эти оставшиеся примерно 40 миллиардов, они в конце года будут расходованы на гособоронзаказ на 2025 год. И это значит, что вот эти резервы, которые копились, которые можно было потратить на образование, например, на медицину, на инфраструктуру, они, ну как это, я сгорел под Оржевом, но только не под Оржевом, а под Авдеевкой, под Бахмутом, под Сунджей. Это страшная катастрофа. И тут можно сказать, ну ничего, там за 22-й год Россия заработала рекордные деньги, там 200 миллиардов долларов на нефигазовом экспорте. Но проблема в том, что происходит сейчас такая вещь, как четвертый энергопереход. Что такое энергопереход? Это когда текущее доминантное топливо замещается новым видом. То есть первый энергопереход был, когда с дров перешли на уголь во время первой промышленной революции. Потом, в начале 20-го века, когда появились автомобили, нефть начала использоваться. А потом, в 50-е годы, газ, когда научились его хорошо добывать и транспортировать. Сейчас доминантным источником энергии становятся возобновляемые источники энергии. 20 лет назад над этим все ржали. По состоянию на то время справедливо. Но проблема в том, что за 20 лет ситуация очень сильно изменилась. В России, например, сейчас солнечная энергия это самый дешевый источник энергии. Примерно 4 рубля за киловатт-час. Если мы посмотрим просто на цифры и на масштаб того, как это в мире растет, то это совершенно какие-то фантастические цифры. То есть вся генерация электричества в России сейчас это 245 гигаватт. Китай в квартал вводит 45 гигаватт мощностей в один квартал. То есть за год Китай вводит столько мощностей солнечной энергетики, сколько у России есть всего. А тут надо делать поправку на то, что у солнечной энергетики ниже КПД, чем у энергетики внутреннего сгорания. Но тем не менее это фантастические темпы, которые ускоряются от года к году. Сейчас в мире 13% электроэнергии вырабатывается от солнца и ветра. В Германии это 33%. В Китае 16%. И прирост колоссальный. А что это значит? Это значит, что спрос в мире на углеводороды, уголь, нефть, газ, он еще не достиг пика, то есть еще он какое-то время будет расти, но он будет снижаться. То есть выбывают мощности, которые производят электричество на ископаемом топливе, вступают мощности, которые производят электричество возобновляемым путем. Соответственно, что происходит с экономической моделью России? В 73-74 году произошла арабо-израильская война, и арабские страны объявили нефтяное эмбарго в отношении США и других стран, которые поддерживали Израиль оружием и деньгами. В несколько раз выросла цена на нефть, и с тех пор экономической моделью Советского Союза, потом Россия, фактически стала нефть в обмен на все остальное. Это как раз та вещь, которая позволила монополизировать власть в России. То есть если бы экономика России была диверсифицирована в начале 2000-х, гораздо труднее было бы уставить контроль над финансовыми потоками и над политической системой. Сейчас можно спорить, да, это 5 лет или 15 лет, 5 лет это пессимистичный сценарий, 15 лет это оптимистичный сценарий, но стоимость углеводородов упадет настолько из-за введения новых мощностей возобновляемой энергетики, что России придется пересмотреть свою экономическую модель. Поэтому мы не можем сказать, что да, окей, мы сейчас потратили то, что мы 15 лет копили, но вот сейчас перемирие или мир, и мы снова накопим, и мы это инвестируем все в образование, допустим, или медицину. Нет, этого не будет. Вот опять-таки, каким может быть безусловный базовый доход в России из расчета на человека, включая грудных младенцев, если, ну вообще сырьевые доходы в принципе, что называется, обратить в пользу россиян, то есть сделать безусловной как бы ренты россиян поголовно, чтобы не государствами распоряжалось, а чтобы оно только как бы административную по сути функцию выполняло, а не разбиралось, кому дать, кому не дать. Просто аккумулировало бы налоги и сборы от продажи полезных ископаемых и дальше распределяло бы их гражданам. Получалось примерно при текущих ценах 11 тысяч рублей на человека в месяц. То есть на 7 из 4 человек это примерно 45 тысяч рублей. И это мера, которая позволила бы как раз избавить людей от зависимости от государства. И там спрос подстегнуть, и дать людям возможность как-то самим решать, как они живут, на что им тратить деньги. Хотят на образование, хотят на пиво. Но проблема в том, что к моменту, когда у граждан России будет возможность решать это, уже эти деньги превратятся в тыкву. Стоимость нефти и газа будет такой, что уже для социального контракта текущего не будет хватать этих денег. Огромная проблема, что об этом почти никто не говорит. И это катастрофическим последствиям приведет для России. Потому что в момент, когда мы окажемся без штанов, это произойдет внезапно. То есть, иными словами, ситуация с нехваткой в стране денег и ресурсов будет похожа на то, что было примерно в начале 80-х годов прошлого века? Примерно, да. Я не думаю, что будет настолько плохо, потому что все-таки российская экономика гораздо более диверсифицированная, она носит рыночный характер, но это будут очень большие проблемы. И вот тот скачок, который мы сейчас видим, он на самом деле только усугубит, потому что огромное количество людей получили сейчас шальные по их меркам деньги, деньги, которых они никогда не держали в руках. И они не знают, скорее всего, ни одного человека, который держал такие деньги в руках. Понимаешь, да? Ты имеешь в виду граждан России, которые получили деньги за ранение или смерть своих близких? Которые получили деньги за подписание контракта, например. Сейчас за подписание контракта можно получить больше двух миллионов рублей. Для большинства людей, которые эти деньги получают, это деньги, которых они в жизни в руках не держали никогда. И ожидания у этих людей изменятся, им потом вернуться к разбитому корыту будет очень тяжело и больно, к сожалению. Это правда, что после СИЗО у тебя через некоторое время возник ПТСР и такие тяжелые депрессивные состояния? У меня, ты видишь, два месяца СИЗО всего. Это и то. Я, ну, один товарищ, я характеризовал, это у тебя было не СИЗО, это у тебя был пионерлагерь. То есть у меня действительно очень хорошие условия были. Мне в этом смысле повезло. И сокамерники были интеллигентные, и условия у нас в камере были хорошие. Я много читал, много писал, каждый день занимался спортом. То есть, ну, выводят на прогулку, да, там, то есть он там 3 на 5 метров, ну, по нему можно бегать туда-сюда. Я так наматывал по там полтора-два километра за прогулку. Но тем не менее, да, мне приходилось заново учиться пользоваться Google-календарем, например, да, там, управлять своим временем. Конечно, для людей, которые провели больше, это тяжелее. Но у людей, которые вернутся с фронта, это будет еще тяжелее. То есть это, ну, примерно будет как после Чечни. Ну, даже хуже, потому что людей участвует больше. И государство не готово совершенно к тому, чтобы этим людям оказывать помощь и поддержку, чтобы помочь им найти себя в жизни, когда они оттуда вернутся. Но ты был автором такого очень красивого слогана, который был у Любы Соболь «Любовь сильнее страха». Ну, одним из авторов. Одним из авторов. Тут тоже там был мозговой штурм, там и Серега Фомин в этом участвовал. И апостол Павел поучаствовал. И апостол Павел, да, заочно, скажем так, через Zoom. Но как долго ты в себе убивал этот страх, чтобы потом выйти на улицу, чтобы потом все равно говорить то, что ты думаешь, чтобы в конце концов называть войну войной, что тоже небезопасно в России 22-го, 23-го, 24-го года? Слушай, ну я не убил в себе этот страх. Он есть во мне. Просто, ну, понимаешь, я себе каждый раз говорю, да, что отказавшись от этого, я, ну, какую-то частичку себя убью, да. И просто страх прожить пустую жизнь, он, ну, да, это выбор, по сути, да. Я проживу какую-то, ну, не свою жизнь, не ту жизнь, которая Господом призван, да, мы же все, ну, нас не было, да, нас Господь из небытия призвал, Он сказал, будь, а я вот возьму, откажусь от этого, да, потому что я боюсь, что я попаду в тюрьму. Это абсурдно. Да, мне страшно, но я преодолеваю это. Почему твоему отцу, если не ошибаюсь, он переводчик по профессии? Он сейчас работает переводчиком, а так вообще он по профессии замполит, он окончил ИСТФАК МГУ, и так как он из Запорожья, были проблемы с пропиской, он не смог никакую работу найти, кроме как пойти в пожарную охрану. И в какой-то момент оказался вот в этом учебном центре на должности замполита. Как вы жили в 90-е? Я знаю, есть люди, которые гораздо хуже жили, чем мы. И я знаю, что были семьи, в которых, ну, голодали, и люди, и дети, и нечего было есть, но у нас такого не было, к счастью. Бедно жили, да, там в какой-то момент я видел, как у папиных коллег по работе в пожарной охране служебной квартиры по прошествии там какого-то, какой-то выслуги выделяют, да, и я вот, ну, вижу, что нам еще первую не выделили, а у кого-то там уже вторая, третья появляется. Я говорил, пап, а что у нас такого нет? Да, а он говорил, что вот, ну, так нехорошо. Нельзя пользоваться служебным положением, да, что там замначальника учебного центра, тебе совесть не позволяет этим служебным положением пользоваться, и где-то там что-то вот как-то половчить, да, вот. А ты проводил много времени у отца здесь в пожарной части? Ну, мы жили здесь, вот прямо вот в этом доме, вот если там с правой стороны снять, там окна будут, где мы жили. Вот видишь, там вот красная такая кромка, и справа второе окно слева. Это вот был, ну, такой типа коридор общий. Была еще одна квартира. Ну, ну, как общага, да, только там квартира. На пожар отец выезжал? Он на пожар выезжал, когда он был молодым пожарником. Он, собственно, вот партбилет КПСС, он приехал получать прямо из-под шатуры, где он тушил торфяные пожары, весь, ну, приехал в это вот, в пожарном обмундировании. Мы там сказали, что, что это вы приехали партбилет получать, вот, а выглядите как там непонятно кто. Вот, это, конечно, чудовищно покоробило, но такая реальность была советской жизни, да, как много где люди торгуют высокими идеями, а на самом деле, ну, им там плевать просто на людей. А мама работала при этом в музее на Красной площади. Да. Она была прилежной студенткой и не шла в контр с руководством, а у папы была тройка по марксистному ленинизму, и это многие карьерные возможности подрубало. А ты при этом где находился? Скорее, как мама или скорее, как папа? А, ну, мне трудно это разделять. Эта среда такой рабочей окраины города, она в значительной степени формирующая была. Но при этом и родительская среда, она была очень, ну, противоположна, скажем так. И родители с самого начала очень много в моё образование вкладывались. После февраля 22-го года в очень многих российских семьях случился раскол, когда родители говорили, что, ну, уж, может быть, мы и не поддерживаем войну, ну, уж раз связались, там, типа, теперь надо как-то этому соответствовать, или надо помолчать, помолчи, с тобой такое было, я имею в виду СИЗО. Учитывая то, что папа Замполит, а мама работает в музее историческом на Красной площади, что было у вас в семье? Ну, папа Замполит очень был нетипичный. Сейчас он работает, да, на заводе переводчиком, а вообще в бытность с Замполитом. Он сначала был таким очень идейным коммунистом, потом увидел, как всё это в реальности происходит и разочаровался. В этом смысле у нас в семье абсолютная гармония, и, ну, опять-таки, папа из Запорожья. У меня родные в подвалах сидели в первые дни войны, мы с ними переписывались, поэтому у нас полная гармония в себе. Скорее, с друзьями было, да, и очень, конечно, горько было, когда, ну, какое-то значимое количество друзей говорили, что да, это ужасно, но мы не должны проиграть, потому что если мы проиграем, то нас растопчут там и так далее. Это, конечно, серьёзный, очень болезненный раскол с, ну, каким-то ненуливым количеством дорогих людей. Тем не менее, в 2019 году я брала интервью твоей мамы, мы говорили о тебе, и это был нормальный физиологический материнский страх за своего ребёнка. Как ты с ней договорился сейчас о том, что ты, оставаясь в России, занимаешь антивоенную позицию, ты занимаешься социологией, ты занимаешься фиксированием времени, но при этом ты не прячешь свой голос, не прячешь свои глаза? Ну, тут надо сказать, что у нас в какой-то момент до московского дела ещё произошла всё-таки сепарация. Родители, конечно, за меня волнуются чудовищно, но они понимают, что если я откажусь от этого, то я просто буду жить не свою жизнь. Для тебя что такое Россия? Это мой дом, как бы это ни звучало неконкретно, моя сторона, и я считаю, что я здесь не просто так родился, не просто так именно здесь родился, что в этом есть какой-то смысл. Ты внутренне себе этот вопрос ставил, я уеду, я не уеду. Ты сидел, рисовал на бумажке эти плюсы и минусы, или ты даже не позволил себе этот вопрос поставить? Мы советовались по этому поводу с Лизой, мы не рисовали плюсы и минусы, но мы солидарно пришли к решению, что мы не хотим уезжать. Слушай, я не думаю, что тут вообще какие-то аргументы были, но это просто какое-то, знаешь, понимание своего пути, что вот мой путь вот такой. То есть это не так, что мы начертили табличку, выписали плюсы, выписали минусы, а вот зато сможем не думать о том, что надо постоянно фильтровать базар, а вот зато там, сервисы хорошо работают. Допустим, да. Знаешь, у Толкина есть очень хорошая метафора про то, что каждый из нас это мелодия в музыке Всевышнего, но мы вот так свою роль в этой музыке видим, что мы не хотим уезжать. И я, конечно, не хочу сказать, что вот никогда не уедем, но мы надеемся, что у нас получится остаться здесь и надеемся на это. Ты для себя внутренне ощущаешь этот разлом? Люди, которые остаются в России и каким-то образом проживают вот этот тяжелый опыт вместе, они проживают один опыт. Люди, которые уехали, и вместе или не вместе, но все равно они проживают этот опыт за пределами России. Это другой опыт. У них другой опыт, он тоже тяжелый. Ну вот люди, которые в России, они же тоже проживают очень-очень разный опыт. Человек, который живет в Москве, допустим, в Москва-сити или на Кутузском, это один опыт. Человек, который живет на острове Туруп, где первую и единственную асфальтированную дорогу построили к приезду Медведева от, собственно, порта до поселка, и люди, которые забыты в семье, никому не нужны. Это совершенно другой опыт. И мы, когда приезжали на Туруп, мы, в общем-то, это видели, это отчуждение, которое у людей, что приехали москвичи, и только когда ты там с ними пьешь чай на берегу моря, и они видят, что ты живой человек, у них вот это вот начинает, вот как раз этот мостик простраиваться. Такие трещины, они в России повсюду, между регионами и Москвой, между людьми в рамках одного региона. Опять-таки, да, там, если мы возьмем Москву, да, москвич, который живет в Бирюлево, и москвич, который живет в Москва-Сити, это два разных москвича. Пропасть между их жизнью больше во многом, наверное, чем там пропасть между, допустим, моей жизнью и там кого-то из тех, кто уехал из-за начала полномасштабного вторжения. Я стараюсь видеть и искать не столько разломы, сколько, наоборот, точки соприкосновения и мостики над этими разломами. Вообще, значительная часть моей карьеры на стыке бизнеса и НКО, она была в том, чтобы строить мостики между крупным бизнесом и некоммерческими организациями, чтобы они делали совместные проекты, которые одновременно реализуют социальную миссию НКО для выполнения бизнес-показателей этого бизнеса. И в таком случае эти мостики, они получаются прочные и значительно увеличивают финансирование некоммерческой сферы. В принципе, мне интереснее искать почву для понимания людей, для того, чтобы они могли вместе что-то делать. Потому что, ну, изолировать людей друг от друга, это, конечно, это мечта всех диктаторов, чтобы каждый человек был сам за себя. А сейчас ты общаешься с ребятами, с которыми вы были близки вот на гребне этих протестов, там, Люба, Оксимирон, Митя Олешковский. Ну, вот все те, кто во втором десятилетии XXI века составляли очень активную силу России. При том, что это очень приятные люди, нас все-таки связывали не приятельские отношения, а нас связывало дело. И сейчас оно нас не связывает. Я с большой симпатией и теплотой к этим людям отношусь. Ну, и вообще, в принципе, моя жизнь так устроена, что у меня, ну, таких вот, как бы, друзей, которые вне дела, их очень мало. Ну, у нас нет сейчас общего дела, и мы сейчас редко общаемся. Но это не вот этот разлом, уехали, остались? Нет, 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 все люди разные. И то, что люди позиционно находятся, да, там, в разных местах, с разным контекстом, это, конечно, создает разницу перспектив. Но я как раз считаю, что эта разница перспектив должна обогащать, чтобы вместе найти выход из этой чудовищной ситуации. То есть, когда, если вдруг придется пересобирать, то ты готов пересобирать и с теми, кто в том числе не прожил эти два года здесь. Да, и с теми, кто сейчас находится в лагере сторонников СФО, я тоже готов пересобирать. Главное, что я понимаю, это, что будущее России не должно быть спроектировано какой-то одной группой или там в какой-то одной лаборатории в одном think tank'е. Это должен быть децентрализованный, коллективный процесс, в котором участвуют самые разные люди. Это и большие эксперты, и люди, которые вообще в этом ни черта не понимают. У них просто у каждого своя роль, потому что эксперт, конечно, всегда рискует находиться в ситуации, в которой человека забыли, к сожалению. Но у него, потому что у него вот такая очень высокая точка обзора. Большинство экспертов в образовании не знают, что важнейший критерий, по которому люди оценивают школу на северах, это наличие отапливаемого туалета. Да, никакие госпрограммы об этом не говорят. Никакие эксперты в образовании об этом не знают вообще в принципе. Важно, чтобы дети так же опыта не отморозило в минус 40. Поэтому очень важно, чтобы люди разных позиций, локальные какие-то активисты, конечно, в этом участвовали, которые непосредственно на земле занимаются решением этой проблемы. Только так можно продумать решения по-настоящему качественные. С одной стороны. А с другой стороны, конечно, очень важно, чтобы люди разных взглядов участвовали в этом. Потому что Россия очень разнообразная страна. Я пол-России объездил от Заполярного на севере до Махачкала на юге. Ты мне говоришь, что ты даже железнодорожным автостопом ездил? Или как это называется? Железнодорожным автостопом. ездил железнодорожным автостопом. Да, путешествовал в кабине товарняка. Там есть семафоры. У них останавливаются товарняки. И подходишь, прощаешься в кабину. Два отказывают, третий соглашаешься. Вот я так ездил. От Питера на западе до Курил на востоке. Я больше, чем в 40 городах России был. И я видел, насколько это разнообразная страна. Насколько разные люди в ней живут. Насколько они по-разному дышат и чувствуют. И это одна из причин, по которой нельзя какой-то единый образ будущего создать и этим людям предложить. А описать как-то эту страну можно? По-моему, никому из сегодняшних политиков не удается даже ее описать и представить себе, что эта страна хочет. Понимаешь, чтобы узнать, что страна хочет, нужно как раз людям что-то предложить, и чтобы они поверили в реальность этого. Потому что в той ситуации, в которой мы находимся, когда выжжено поле политических альтернатив, у людей нет политического воображения. Понимаешь, ты их спросишь, что они хотят. Они скажут, ну, зарплату побольше. Да, или там, чтобы не стреляли. Очень трудно мыслить категорией будущего. Представить себе какое-то будущее, которое отличается от настоящего, которое чуть-чуть вперед продлили. Может быть, там как-то чуть-чуть поменяли. А как мы говорили, перемены будут, к сожалению, радикальными, очень серьезными, и с этим невозможно ничего поделать. То есть придется России искать свое место в мире, и оно будет совершенно не тем, какое оно сейчас есть, просто в силу экономических процессов, которые сейчас происходят в мире и с Россией. Как раз для того, чтобы это политическое воображение было, нужно с людьми вместе об этом думать и проектировать. И почему я говорю, что люди разных взглядов? Потому что, опять-таки, нельзя... То есть, если мы представим себе, в принципе, либеральные ценности, важнейшей либеральной ценностью является каждый индивидуальный человек. В России очень много разных людей, и они должны иметь право жить по-своему. Это не значит, что жить по-своему, например, чтобы законодательно разрешили бить жену, если кто-то скажет, что вот, а у нас культура такая. Но, тем не менее, какое-то пространство возможностей, оно должно быть. И вот, знаешь, часто говорят некоторые безответственные спикеры про то, что вот там грядет развал России. Никаких предпосылок к этому нет. Но вот к тому, чтобы регионы стали индивидуальными, чтобы у каждого региона было свое лицо, самостоятельность в определении того, как этому региону жить, как ему тратить свои деньги. Потому что, опять-таки, если мы смотрим на мир, в котором углеводороды не имеют той ценности, которую они имеют сейчас, и не позволяют России существовать в той экономической модели, в которой она существует сейчас, это значит, что Россия не может существовать на сырье. А если она не может существовать на сырье, то значит, чтобы люди не просто жили по программе партии «Неуверенная Россия», да, «Еда, вода», кое-что из бытовой техники, а жили хорошо, нужно, чтобы люди занимались в индустрии второго передела. Это индустрии технологичные, креативные. Это невозможно добиться, если не дать людям возможность управлять своей жизнью. Ты не можешь заставить людей быть изобретательными. Они будут изобретательными только тогда, когда они поймут, что да, это будет та жизнь, в которой я хочу жить. А для этого им нужна свобода. Мне кажется, что все эти размышления о будущем преждевременные? Нет. Знаешь, есть выражение такое. Лучшее время посадить дерево – это 20 лет назад. Второе лучшее время посадить дерево – это сейчас. Это усадьба Волконских. Там вот впереди будет мостик, на котором один из последних князей Волконский разбился на пролетке. Вылетел с этого мостика, упал, разбился насмерть. Почему мы здесь? Когда я поступил в МГУ, мы переехали в Видное, квартиру, которую папа по выслуге лет получил. Здесь было ближе до Москвы, и ближе было ездить до МГУ. Из Подольска это было час 45. Отсюда меньше полутора часов. Я до этого еще лета здесь проводил. Такое хорошее, спокойное место. Рядом здесь была политическая тюрьма Сухановка. Она была в монастыре, Екатеринский монастырь. Вот прямо там была политическая тюрьма Сухановка. В храме как раз был зал казней, где людей заводили туда и казнили. Сейчас там снова монастырь. Я там в монастыре в 2015 году прожил там страстную неделю. Насколько важна часть твоей жизни вера? Ну, наверное, самая важная. Вера важнее, чем политика? Ты знаешь, мне это трудно разделить. Ну вот есть жизнь. Да, это какая-то такая целостная вещь. Но я... Вот то, что я тебе сказал, да, про мелодию в музыке Всевышнего, вот я этим стараюсь руководствоваться в жизни, когда принимаю какие-то решения. Ваша история говорит о том, что не стыдно и можно быть счастливым в тот момент, когда люди вокруг переживают большую трагедию? Конечно. Для меня абсолютно да. Как будто мы у кого-то что-то, что ли, отнимаем в своем счастье. Но есть куда-то все время ощущение неловкости. Ну, это же не так, что это вот есть котел счастья, который один на всех. И если один взял, значит, до другого отнимется. Нет, наоборот, несчастным людям очень трудно помочь другим людям стать счастливыми или изменить что-то к лучшему. Для меня то же самое. Я, во-первых, очень много думала про условные стихи после Освенцима и про то, что они должны быть и после, и во время, что самое главное. Я много говорила с людьми, которые находятся в самой зоне боевых действий, на линии разограничения живут или находятся в глубокой депрессии, короче, которым плохо. И у меня у самой был опыт вот такого очень комплексного ПТСР со всеми прибамбасами проблем с ментальным здоровьем. И я точно знаю, что в момент, когда тебе архиплохо, многим важно знать, что где-то есть что-то, что хорошо. То есть, что вообще нормальный, реальный мир, он все еще так же реальный, что не только этот ад, который тебя окружает, что он существует. Поэтому для нас быть примером семьи, которая все равно любит друг друга, остается счастливой, следит за ментальным здоровьем и не находится в депрессии, для меня это часть моей социальной миссии, потому что я слишком долго была на эмоциональном дне, и я поняла, что из него я гораздо менее эффективна, я гораздо меньшее число людей могу помочь, чем когда я хорошо себя чувствую. Знаешь, есть, конечно, такое вот, особенно в благотворительности, долго в этой сфере работал, ты обязательно должен последнее отрывать, ты должен страдать. Если ты не страдаешь, значит, ты не дорабатываешь. Но это, мне кажется, как раз очень неправильная установка. Я прям очень помню, был когда-то какой-то холивар вокруг доктора Лизы, с которой ты дружила, что она вот, как это ты помогаешь бездомным, а сама ездишь на Мерседесе. Она как-то очень достойно про это отвечала, и мне как раз эта позиция близка. Зачем мне самой страдать, чтобы помогать страдающим? Нет, не надо. Проект Хроники, это сейчас единственное твое место работы? Да. А кто платит за него? Это граждане России с честно заработанными деньгами. Насколько мы знаем, то есть мы не можем людей проверять, так как служба безопасности банков проверяет, но все, что я об этих людях знаю, говорит о том, что это честно заработанные деньги. То есть мы можем здесь разместить ссылку на донаты, чтобы люди жертвовали деньги, на которые вы будете проводить дальше свои исследования? Можем, да. И это люди без какой-то политической аффилиации. Это не дает никаких гарантий безопасности, но мы находимся в ситуации, когда важно быть святее Папы Римского. И я, честно, не вижу ничего плохого в том, чтобы брать зарубежные деньги, например, если с этими деньгами не идут какие-то условия, явные или неявные. Но я в целях безопасности своей и безопасности команды принял принципиальное решение не брать никаких денег, которые, первое, не принадлежат гражданам России, второе, в нашей цели которых есть подозрения, что они могут быть заработаны нечестно, например, по итогам результатов приватизации. Трудно назвать это честно заработанными деньгами. А то есть у олигархов российских ты не берешь деньги? Конечно. Ну, они не то, чтобы они предлагали. Они тоже знают свой гешефт, и они знают, с кем можно связываться, с кем нельзя. Третье, это что эти люди не являются политическими акторами. Я не скажу, что все прям безоблачно, поэтому, конечно, буду рад, если найдется больше людей, которые готовы нас поддержать. Но, в общем, хватает. Но с твоим образованием и с твоими навыками ты мог бы вообще-то заниматься бизнесом. И, скорее всего, ты собирался им заниматься. Я собирался им заниматься, да. Но концепция поменялась. А сколько раз ты пожалел о том, что так не получилось? Нисколько. Живу отличную жизнь. Мне очень нравится. Это тяжело, но это очень интересно. Почему не получилось-то? Совесть не позволяет. Вы думаете о том, как вы будете защищать Глеба в ситуации, если все продолжится в том русле, в котором идет сейчас, все будет закрываться, закручиваться и становиться гораздо менее свободным, чем даже сейчас? У нас, конечно, план... То есть мы даже сейчас не планируем отдавать его в государственную школу, потому что я сама, я год работала учителем в государственной школе, у меня многие родственники работают в госшколах. И, кстати, тоже история про меня и Лешу. Когда был 19-й год, мы еще не были знакомы очно. И я подписала письмо учителей в защиту политзаключенных. Леша? Леша. И мне и моей маме тоже. И нам через... Малыш, смотри, какая красота. Через 15 минут после этого подписания мне позвонила директор, которая кричала, орала, как вы могли, зачем вы это сделали, срочно отзовите свою подпись. Вам что, мало платят? Говорила она. В общем, это было забавно. В общем, да, учитывая, что у меня есть опыт работы в госшколе, я не отдам туда Глеба, скорее всего. Но вокруг остается множество замечательных людей, совершенно адекватных, ценностями, которым я готова как бы поручить ребенка и с которыми я думаю, что мы останемся в здравом уме вне зависимости от того, что будет происходить вокруг. Ну, конечно, это тяжело и будет еще тяжелее. Все-таки я тоже, но я рос, это было непросто. Это было непростое время, но когда ты растешь в любви, это самое главное, наверное, как раз помогает ну, в общем, любые практически трудности преодолевать. Ты несколько раз наш разговор сегодня цитировал Толкиена. А если бы ты оказался внутри вселенной Толкиена, кем бы ты был? С собой. Мне вообще все время кажется, что ты Фродо, который пытается пробежать между всеми мирами и не потерять концов. Мне кажется, мне кажется, я слишком лихой для Фродо. Фродо, он же как раз такой, он бюргер, который в этом вынужден, а я в этом по своей инициативе. А. Там, знаешь, это... Это более глубокое понимание. Шульман рассказывала и один из ее слушателей какой-то военный сказал, знаете, этот ваш Миняйло вроде интеллигент, а есть в нем что-то от легионера. Я думаю, что был бы собой, но если я персонажа, говорить, то Берин, сын Бархера, это прям вот мой топ. Что такое любовь? Для меня это какая-то сила и образ жизни, которая помогает справляться со всеми сложностями и видеть в других самое лучшее. Это основная движущая сила. Человек живет не во имя того, чтобы свою физическую оболочку сохранять, во имя чего-то, что больше этого человека. И любовь — это осознание этого, это жизнь во имя этого. И тогда, опять-таки, я не хочу сказать, что не страшно, не знаю, там, сесть или подвергся преследованиям или умереть, конечно, страшно. Не бояться ничего, только психи. А нормальный человек справляется со страхом ради задачи, которую ему надо выполнить. Ну, наверное, так как-то оно и есть, да, это то, что в числе прочего, это не основной смысл любви, да, но в числе прочего помогает следовать верным путем. и принимать какие-то риски, которые на этом пути есть. Ну, апостол Павел еще говорил, что любовь не перестает, и в конечном итоге нам всем хотелось бы верить, что любовь побеждает, но мы же видим, что нет. Как вы себя с этим примеряете? Ты знаешь, то, что любовь побеждает, это не значит, что она побеждает всегда и в краткосрочной перспективе. Я считаю, что это все разворачивающееся, какое-то одно огромное, очень великое, очень красивое произведение. И мы только тогда сможем сказать, оценить, да, когда мы увидим его в завершенности какой-то. Сейчас мы не видим его в завершенности, а мы, ну, мы знаем, что Господь даже зло любое в добро обращает. И это от нас зависит, да, будет оно, потому что, ну, вот, да, там меня одноклассники, допустим, побили, я мог уйти в себя, я мог затаить злобу, я мог сказать себе, я никому не позволю с собой это больше делать, я сам буду тем, кто делает с другими все, что захочет. Но я себе так не сказал. Я себе сказал, я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы с другими такого не происходило. И это как раз, вот, мне кажется, что большую картину это мы когда увидим, там тоже многое зло в итоге будет обращено в добро. Потому что, ну, зло, оно бессильно в сути своей. Что после смерти? Не знаю. Думаю, что очень интересно. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Слушай, я большой патриот, но тут вот бывают, что называется, святые современники. И один из таких святых современников это сербский патриарх Павел. Это, ну, человек, святый, которого почти никто не сомневается из тех, кто с ним общался. Он такую вещь говорил, что нельзя несправедливостью защищать свою страну. Надо ли нам идти на преступление ради того, чтобы сохранить Великую Сербию? Нет, не надо. Хорошо, а может быть, нам нужно идти на преступление, чтобы сохранить Малую Сербию? Нет, этого тоже нельзя делать. И даже если бы я остался последним сербом на свете, я бы скорее умер, чем сохранил бы свою жизнь преступлением. Что будет дальше, Леш? Домой поеду. Ты такой молодец. Ты такой хороший кец. Глеби кец, хороший кец. Глеби кец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова